С 2013 года Константин Тишин является активным участником художественных выставок Ленинского района. В эти дни в историко-культурном центре он представил на суд публики свои новые работы. Большинство из них он привез из пленэрных поездок в Абхазию. Разница при себя, реализовывая себя как художник, не хожу абсолютно никакой, в каких техниках это осуществлять. Константин Тишин – член Союза художников России. В 1998 году в Центральном доме художника состоялась его персональная выставка. В залах историко-культурного центра представлено больше ста его работ. За небольшим исключением это в основном пейзажи. Пейзаж радует меня, меня оставляет глубокие впечатления. Я вспоминаю свои места, родные, где я была, где я выросла. Художник живет в Видном и, конечно, это не могло не отразиться в его творчестве. Среди московских и абхазских пейзажей особое место занимают пейзажи знакомых всем видновчанам мест. Картина – это о том, что здесь все есть. Здесь есть дети, есть солнце, есть надежда, есть наши какие-то святые вещи, наши символы веры. Это храмы. И память, обелиск в виде памяти павшего, что мы об этом помним всегда. Константин Васильевич – натура многогранная. Наряду с его художественными работами в экспозиции представлена дизайнерская мужская одежда и обувь, выполненная по его эскизам. Такой некий призыв к молодежи – будьте внимательны к себе, что вы любите, что вы хотите от одежды. Чтобы она говорила о вас или чтобы она говорила о современной моде. Наверное, надо говорить все-таки о себе, любимом, больше. Выставка продлится почти месяц. Историко-культурный центр приглашает всех желающих. Вход свободный. Выставка планируется работать с 8 декабря по 22 января. Выставка занимает три зала. Всего представлено 130 художественных работ и 6 комплектов одежды, выполненные из кожи. Учеными доказано, что живопись обладает большим влиянием на эмоциональное состояние человека. Приходите в ВКЦ и убедитесь в этом сами. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова